И раскусив это еще раз повторяю, мы, группа депутатов, не только фракции партии региона, присутствуют здесь Алексей Албу, все, скажем так, силы, которые поддерживают тех людей, которые здесь собираются, мы против войны, в любой моем виде. И сегодня видно, что Россия не собирается на нас нападать. И вот эти вот дурные идейки того правительства, которое пытается столкнуть нас лбами со своими братьями, в Одесском полсовете, надеюсь, не пройдут. Фашизм не пройдет, фашизм не пройдет, фашизм не пройдет. Фашизм не пройдет. Ну и напоследок хочу остановиться. У меня постоянно работает депутатская приемная, многие 200 человек подписали обращение в Крым. Кроме того, на основании сделанных обращений, в том числе анонимных, я лично три проекта решений подготовил для областного совета. Один из них это Антон Давиченко на поруке, которое не прошло. Говорят, что нужно от частного лица. Я подписал от себя поруки для Антона Давиченко. Второе решение, то, что вы в прошлый раз слышали, это поддержка. Поздравление, скажем так, депутатов Крыма. Еще раз повторюсь, 200 человек мне его подписали. К сожалению, в областном совете это не прошло. Я отправляю его от себя и от лично тех граждан, которые подписали это обращение. Значит, по Антону Давиченко, фракция партии регионов лица Виктора Яковлевича Волкова выступит отдельно со своим заявлением. И третье, я хочу, наверное, как бы остановиться поподробнее на третьем проекте решения, потому что многие люди приходят задавать свои предложения, в том числе по устройству России. Извините, по устройству Одессы в составе Украины. Одно из первых, это возобновить работу Конституционной Ассамблеи. Для многих это как бы пустой звук, но чтобы вы понимали, это значит то, что в составе правительства будут работать именно представители регионов Украины, которые будут представлены в соответствии с количеством жителей. Определиться в основе государственной языковой политики в Украине, а именно предоставить русскому языку статус второго государственного. Языка от национальных меньшин статус регионального при условии проживания на территории региона не менее 10% данных этнических групп. Ну, этот вопрос я завуалировал, скажем так. Подготовка и проведение необходимых мероприятий по изучению консолидированного мнения граждан по широкому кругу вопросов жизнедеятельности государства. Ну, здесь многое сказано, в том числе, конечно же, очень важно иметь ваше мнение об экономической политике, о которой сегодня замалчивают власти. То есть им нечего вам сказать, нет у них денег и не будет с ихней политикой. Следующий пункт. Введение двухпалатной системы парламента с одновременным уменьшением количества депутатов в обеих палатах от численности сегодняшних депутатов Верховной Рады. То есть депутатов должно быть меньше, само собой, реально средств на содержание их должно быть меньше.